Максим Кембель Что потребовало президент? Без крыши над головой в деревне Панкратовича сгорел дом. В результате данного пожара повреждены стены, уничтожено перекрытие и кровля. Есть ли пострадавшие? Лето в камуфляже. Военно-патриотический лагерь «Патриот» принимает школьников. С ребятами проводятся занятия по военной тематике. Какой распорядок дня? А также требования к рекламе, новая цена и вступительная кампания. В Беларуси прошел предпоследний этап централизованного тестирования. Что осталось? Внешнеполитическая повестка о западных санкциях и противодействии им шла речь сегодня во Дворце Независимости. На совещании присутствовал полный состав правительства. Александр Лукашенко отметил, что сейчас необходимо выработать стратегию для минимизации негативных последствий. Главное сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ. Предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. Мы ведь сегодня понимаем, что дело же ведь не в самолете. Или несоответствие нашей системы западным образцам. Видите ли, здесь диктатура. Если долларом где-то попахивает, им плевать на эту диктатуру. Я не хочу страны называть. Они с ними идут в обнимку. Неважно, убивают там, вешают, закапывают живьем в песок или в землю людей. Неважно. Они с ними сотрудничают. А у нас, видите ли, диктатура. Поэтому не в этом дело. Не в диктатуре. Все эти перемены, так называемые, задумывались с одной целью – расчистить поле для своего бизнеса. Также президент потребовал доложить о том, как будут защищены отечественные предприятия, за счет чего обеспечено импортозамещение и как просимулирует внутренний спрос. Страшное ДТП. Под Осиповичами столкнулись два грузовика и микроавтобус. Авария произошла сегодня в три часа ночи на трассе Минцгумель. По предварительной информации, водитель Волева сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус Mercedes-Benz, перевозящий прицепи автомобиль. В результате ДТП 61-летний водитель немца и его 58-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Трое детей, мужчина и женщина, которые находились в легковушке, госпитализированы. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия. Минздрав Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 557 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 422 521 человек. Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в службе занятости Минска. Открыт он по вторникам с 10 до 14 часов. Желающие получить укол подписывают добровольные согласия, затем пациентам измеряют сатурацию, давление, уточняют информацию о здоровье и просят заполнить анкету. За повторной прививкой надо прийти в этот же медпункт через 21 день. Такая практика удобна для людей, находящихся в поиске работы. Им не нужно ходить по поликлиникам, а можно совместить полезное с решением вопросов трудоустройства. До плюс 30 ЦТ-2021 и фестиваль в итоге. В Бобруське пройдет культурно-спортивный праздник. Какая программа? Громкие заглобки дня далее в специальном обзоре. Глава государства Александр Лукашенко подписал декрет номер 3 по вопросам размещения рекламы. Теперь необходимо будет согласовывать с местными органами власти содержание наружной, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте рекламы. Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной информации. В Беларуси прошел предпоследний этап централизованного тестирования. Абитуренты сдали географию. Впереди только всемирная история. Знания по предмету проверят послезавтра. А уже 16 июля можно будет получить заветные сертификаты. Напомним, возможность пересдать тесты, которые не удалось пройти вовремя, по уважительным причинам, есть до 9 июля. В Беларуси повысились цены на автомобильное топливо. Они выросли на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина составляет рубль 90 копеек. 95-го и дизеля – 2. 98-го – 2 рубля 22 копейки. В Бобруйске пройдет культурно-спортивный фестиваль «Вытоки» с 15 по 17 июля. Горожан ждет насыщенная программа. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. В завершении всех ждет вечерний галоконцерт с участием группы «Джаз Сити Бэнд», «Бай Сити», «Дрозды», арт-группы «Беларусы» и других исполнителей. В Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Но днем местами по западу прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ночью столбики термометров покажут до 19 градусов тепла. И днем воздух прогреется до плюс 30. Треск сгорячего шифера в деревне Панкратовичи произошел пожар. О ЧП сообщили соседи. В час ночи поступил звонок на номер 112. К прибытию спасателя крыша уже обвалилась. Дом горел открытым пламенем. Огнеборцы ликвидировали огонь, тем самым не дав им переброситься на соседние здания. Но постройка полностью сгорела. Осталась лишь баня. В результате данного пожара повреждены стены, уничтожено перекрытие кровля, повреждено имущество в доме. Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину пожара. Также МЧС напоминает о необходимости следить за исправностью электропроводки в доме и хозяйственных постройках. Лето цвета хаки. Лагри патриоты уже в десятый раз открывают двери для бобруйских школьников. Здесь учат воинской дисциплине и основам курса молодого бойца ребятам от 11 до 16 лет. Как живут юные защитники родины узнала Карина Гуревич. Для 15-летнего Максима Бублевича настоящий мужчина не просто слова. Он серьезно относится к этой роли и готовится к ней с юных лет. Уже второй раз парень оздоравливается в военно-патриотическом лагере и намерен приезжать сюда еще. Строгий режим школьника не пугает. Ранний подъем и спорт уже давно и основательно вошли в его жизнь. Буду поступать в академию. Я так подумал, что мне для казарменного режима это понадобится, чтобы уже знать, как все должно быть. Ну, какие-то навыки все равно понадобятся в жизни. Патриот находится на базе 83-го инженерно-аэродромного полка. У школьника все как в армии – по уставу. Распорядок дня, подъем по команде, зарядка, уборка расположения. Но повлажки есть. Лагерь все же детский. Здесь отдыхают 25 ребят от 11 до 16 лет. С ребятами проводятся занятия по военной тематике, то есть занятия по связи, сборка-разборка автомата Калашникова и различные другие военные занятия. Лагерь уже в десятый раз открывает свои двери для юных армейцев. Впереди 9 незабываемых дней. Для школьников созданы все условия, чтобы отдых был максимально комфортным, продуктивным и интересным. Конечно, есть и свободное время, чтобы пообщаться, спеть под гитару или побыть наедине с собой. Питаемся в кафе «Авиатор». Пятиразовое питание, свежий воздух, погода, слава Богу, позволяет хорошо отдыхать, используя, проводить время. Работают педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. Каждый день к ним приезжает педагог дополнительного образования, проводит с ними интенсивные мероприятия. Патриотическое воспитание – это первый шаг на пути становления настоящего мужчины. И военный лагерь идеально подходит, чтобы направить школьников по верной дороге. Первая смена здесь завершится 13 числа. Вторая продлится с 19 по 27 июля. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok